Эй, йо, всем привет! С вами Тарас Пушка, вы на канале Путь Жидая. Немедленно подпишись на канал, поставь лайк, комментарий и прямо сейчас ты узнаешь, что мы, оказывается, приехали на чайную плантацию на острове Бали. Да, прикинь, на острове Бали есть настоящие чайные плантации, чайные мастера, которые делают кайфовый чай. И прямо сейчас что мы сделаем? Посмотрим плантацию, пособираем сами чай, приготовим свежий чай и вот мы уже его пьем. Приготовься к классному, красивому, сочному видео про настоящий чай на острове Бали. Поехали! Так, говноеды, а ну-ка разбежались! Жопой нюхать будете в другом месте. Здесь в горах такой чистый свежий воздух, запах костров каких-то, навоза, как на Алтае в деревне. И погода такая прохладненькая, классная. Смотрите, какой вид открывается просто! Дорога, как будто мы идем к какому-то мастеру шаолиньскому. Ребят, смотрите, это чай, а это чимпидак растет. Что вы любите больше, чай или чимпидак? Продолжение следует... Дуанти! Привет, мой наимит Таро. Я познакомился с тобой. Привет, доброе познакомиться с тобой. Это для тебя. Что это? О, куда? Ты можешь открыть. Постанавливать. Спасибо, пришли, пришли. Ты первый человек в Белле, который делает чай? Да, да. Почему? Потому что нет. Моя мама всегда делает чай, поэтому чай превращается в день в день. Я могу делать два города в месяц. Чай – это хобби, это не бизнес. Это не бизнес? Нет, я уже в городе не нужен бизнес. Это хобби. Когда я умею, я не беру денег. Как ты приехал в этот дом? Встреча. Встреча? В 1977 году я заказал школу. Я пришла к Бали для праздника, мне тоже переборочай. Я в Canadian сереброчайшене. Я в Белле, ù я жила бл блуря playing, Муша жила блуже, что я поделила блуря, здесь у меня – уууу! М promолинка. Теперь ты живешь здесь за время? Всего время. Это дверька я, с дуэем я. Ви дуэем очень здорово. Да. Алхамдуллах. Спасибо тебе, Алхамдуллах. Пойдем, беби! Сейчас пойдем на плантацию. Посмотрим, как все работает. Короче, один гектар. Раньше здесь были кофейные плантации, а потом чайные. Это типс, да? Типс. Это часть чая. Верхняя часть, почка и два листа. Одного куста можно сделать разный чай. Ну, как его приготовить правильно? У него чай китайский, то есть тайваньский, индийский и африканский. Можно здесь проводить всякие мастер-классы, приехать, приготовить свой чай. Место просто в горах потрясное. Понятие чая идёт внутрь, не только в голове. Мы должны брать бакет, чтобы я забыли. У меня есть бакет. Да. Да, я думаю. О, немного больше. Потом я покажу вам, как сделать. Когда я в доме здесь, нет ни в Бали. Никто не растет 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 ни в Бали. Это все. Смотрите, африканский, зеленый. Да, зеленый. Как обычно, минутка рекламы, без рекламы никуда. Ребят, напоминаю, что если вы находитесь в России, можете приобрести мой прекрасный чай. Два набора за 3 тысячи рублей, за 5 тысяч рублей, в которых 7 видов чая и 10 видов чая. Соответственно, доставка есть по всей России. Набор называется «Пушка чай». А если вы на Бали, то залетайте ко мне в чайную, рекомендуйте меня своим друзьям, покупайте у меня, естественно, чаек и милости прошу ко мне на чайные церемонии и чайные мастер-классы. Также для модников-огородников, напоминаю, что мы здесь на Бали, помимо чая, делаем еще крутейшие шмотки из питона. Вот такие вот шмотки делаем, вот такие, вот такие, вот такие, всякие разные. Делаем сумки, куртки, жилетки, что хотите. Если вам из того, что я показал, понравилось, полюбилось, можете заказать. Вот аккаунт моей прекрасной женщины, которая питонными делами и занимается. Смело обращайтесь, сделаем для вас из кожи питона все, что угодно. Дван, короче, говорит, что любит Хабиба Нурмагомедова. Это станок для пресса. Табличка с процессами, да, здесь. Как делается желтый, зеленый, белый, улун, черный. Так, короче, мы что-то собрали. И сейчас мы будем это делать. Так, первое, что мы делаем. Это холодный котел? Да, холодный. Вот это? Медитация, пожалуйста. Да, это, да. Подцепляешь, потом перекручиваешь. Обычно они это делают в печалке, потому что он реально горячий. Это фил. Ха-ха-ха-ха-ха. Она будет приятная. Блин, я понял, что это очень кайфовая штука в плане медитации. А какой запах идет от чая. Класс. Как определить, что мы завершили процесс шацид? Если мы гнем лист, и он не ломается, значит, все готово. Запустили процесс с аминанием. Все делает с рукой. Блин, как же это круто и медитативно. Я прям точно понял, что это мне дико понравится. А здесь у каждого процесса свой запах. То есть, когда мы там занимались убийством, как говорится, зелени, был один аромат. Сейчас аромат другой. Видите? Все. Уже будет чай. Уже будет чай. Следующий процесс это прохватывание. Все. Так что все из всей страны пришли к чаю и привезли к чаю, чтобы их приготовить. Это закончилось? Да. Все? Все. Только что сделали чай, и сейчас его будем шлепать. Все по фэншую. Смешно? Чем-то еще пахнет. Очень вкусная плача. 10 минут для растения, 10 минут для приготовления. Но для того, чтобы получить очень вкусный чай, стоит минимум 5 часов. Но если только для пить, то это обычный стиль. Система называется Непи Людвана. Он переливает из стипода в чайник и оттуда уже разливает. Ча-ча. Ча-ча? Ча-ча. Ча-ча-ча. Ча-ча. Очень вкусные. Очень вкусные. Очень вкусные. Вау! Ты ручка-ча. Ах-ха! Витя был, и уникальность Равана заключается в том, что он тоже в Китае не был, то есть он, в принципе, китайские чайные традиции по изготовлению особо не знает, учился он на Яве, поэтому то, что он делает, это вообще мега уникальнейший продукт. Я даже считаю, что сравнивать с китайцем вообще это не нужно делать, потому что здесь, на Бали, вы можете просто приехать и вот как сегодня мы, буквально за 10 минут собрать чай и сделать себе настоящий зеленый. Человек кайфует, он здесь деньги не зарабатывает, он делает это для души и в свои 66 лет просто ловит кайф от того, что он делает чай, ходит, собирает чай, когда ему надо. И таких же, вот как мы, заезжих людей приобщает к своему личному искусству. Никаких оценок чая мы там давать не будем, типа хороший, нехороший, классный, 100% классный чай. Чем он классный? Тем, как он сделан, где он сделан, кем он сделан и все, что вообще в принципе с этим связано. Ну, камун, посмотрите вот сюда, какой охрененный вид бассейн, можно приехать, сидеть, пить чай и зависать здесь вечно. У тебя есть какие-то планы о том, что у тебя есть планы? Да, в будущем я хочу сделать агротуризм, чтобы люди могли сделать трекинг, хострайдинг и глампинг. Глампинг? Да. Что, Витя, ты скажешь по поводу всего увиденного, какое твое экспертное мнение? Ну, вообще здесь мне очень нравится, на самом деле классное место. То, чем он занимается, это настолько уникально и индивидуально, что в Китае реально так сложно найти. То есть в Китае больше как... Бизнесовое. Бизнесовое, да. Здесь все-таки есть своя изюминка, и этим он отличается, и это очень привлекает. Как он даже собирает его и держит в руках, это уже говорит о многом. Вот, ну, уже не говоря о самом процессе приготовления. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Сама-сама. Сама-сама. Да. Вы добрызг. Мой праздник. Когда Бог получил блеск, все будет хорошо. Так, ребятки, ну что, мы на скорую руку пособирали чай, походили, поготовили, познакомились с Вованом, который здесь оказывается единственный человек, который на Бали делает чай. В общем, вот такой вот классный мужик. Если вы будете приезжать на Бали, смело залетайте к нам на движники чайные. Что мы будем делать? Мы будем сюда приезжать, проводить мастер-класс по сбору чая, собирать чай, пить чай, медитировать, заниматься спортом, кайфовать вот в этом прекрасном месте. Посмотрите, ну что за райский уголок, а? Не забудьте подписаться на мой телеграм, не забудьте подписаться на мой инстаграм. Все ссылки есть в описании под видео. Пожалуйста, поставь лайк этому видосу, нажми на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видосы и оставь, пожалуйста, комментарий. Это очень важно и ценно. Спасибо большое, до скорых встреч в новых чайных видюшках!